Всем привет! Это Мишаманы, в сегодняшнем ролике я бы хотел поговорить об объективно лучшем стартере лиги 3.24. Как вы уже догадались, это какой-то из вариантов Detonate Dead, потому что этот скилл за последние 3 года, в общем-то, ни разу не занерфили. И в каждой гонке, в которой он был не забанен, в каждом ликстарте, на хардкоре, на софткоре, на соло лиге, на торговой лиге, этот билд был практически всегда в первых строчках и в 99% случаев, в первых трех строчках лидеров. Почему? Об этом поговорим сейчас. А также о том, какие варианты этого билда, в принципе, есть. Но для начала я расскажу о том, как билд устроен, о его основных механиках, затем мы поговорим более конкретно о вариантах скилла урона в этой способности и, соответственно, о разных сборках, которые имеют место быть. Ну и также постараемся разобраться, что же выбрать для старта и какой из них подойдет тебе лучше всего. Если вдруг вы еще не играли, напишите в комментариях, собираетесь ли поиграть, и чем вообще будете стартовать в данной лиге. Хотя, может быть, вы поменяете свое решение после этого видео. Итак, почему это лучший билд для старта? На это есть много причин. Во-первых, он не требует никаких уникальных предметов, и вы можете, начиная с пляжа, дойти до Т16-х карт и убербоссов. Люди делают это за 20 часов, ну там, порядка 20 часов, имея при этом в кармане за это время 95 уровень и урон достаточный для того, чтобы убить всех хуберов. Не многие билды этим могут похвастаться, да, в общем-то, практически никакой билд не может всем похвастаться, честно говоря, при той легкости исполнения и шмота, который требуется. Билд обладает сейфовым геймплеем, вам не нужно танковать лицом монстров, при этом вы можете собраться достаточно танковым, чтобы проходить игру на хардкор режиме и соло хардкор режиме без особых проблем. Этот билд очень быстро мапится, что позволяет вам взлетать, в общем-то, до Т16-х и фармить их очень быстро. А также этот билд позволяет фармить абсолютно любой контент, нету каких-либо лик-механик, где этот билд ощущает себя плохо. Поэтому, если вам нравится какая-то лик-механик, вы просто идете и фармите ее, вам не нужно думать о том, как сильно перестапиться. Единственный момент, как бы, контент, на который нужно реально перестапливаться, в Detonate Daddy, это Симулякор, но и там это, в общем-то, самый метовый лучший билд за последние 3 года, и он не менялся никак, об этом пару слов тоже скажу для любителей Симулякора. Но есть и минусы. Основной минус, и он касается, в первую очередь, торговой лиги, это то, что сложно разогнать на нем больше 30-40 миллионов урона, без каких-либо существенных вложений. То есть, если представить себе график того, насколько быстро он разгоняется, относительно вложений, до 15 миллионов урона, вы просто очень быстро взлетаете по экспоненте, а потом плавно эта кривая начинает выравниваться, где-то порядка, ну, там, около 40 миллионов урона, разогнать уже сложно. Ну, и для некоторых людей ощутимым, как бы, минусом является то, что нажимать нужно аж две кнопки, не одну. Вот. Ну, с этим тоже можно, значит, справляться. С помощью разных сборок, о которых сейчас поговорим. Итак, механики билда. Сам скилл наносит урон огнем и имеет две составляющие. Первая это спелл, то есть магический урон, это вот эта вот строчка. Диалс, вот это, то вот это файр дэмэдж. То есть сначала просто происходит взрыв, наносящий спелл дэмэдж. И при этом происходит взрыв трупа. То есть должен лежать труп, вы его положили с помощью десекрейта либо другой способности, и вы его взрываете. Соответственно, вы наносите не только урон заклинания, но взрыв трупа наносит еще дополнительный урон, который зависит от максимального запаса хп трупа, который вы взрываете. И тут идет процентное соотношение, а не плоский урон. И, соответственно, разные билды надувают как спелл дэмэдж, так и взрыв трупа. И большая часть билдов наиболее дамажных, она именно зависит от взрыва трупа. Как же хп трупов устроено в игре Path of Exile? Оно устроено таким образом, если мы в правую часть нижнего экрана посмотрим на график, мы увидим, как хп трупа зависит от уровня локации. То есть чем выше уровень монстра, чем выше карты, на которой вы находитесь, тем больше хп у трупов, опять же, прогрессии экспоненциальны. Именно это позволяет данному билду фактически после Т-1 идти на Т-16 практически без потери урона. Потому что если вы выходите на карты, вот у вас 67 левел и хп у трупов, условно, там, не знаю, 35 тысяч средние, то на 83 левеле хп у трупов становится в 4 раза больше. И это увеличивает ваш урон, соответственно. То есть этот билд позволяет без больших вложений разогнать урон, чтобы комфортно фармить любой Т-16 контент. Это важно. Соответственно, для того, чтобы скейлить урон трупа, вам нужно как-то эти трупы суммонить. То есть создавать эти трупы. Для этого есть две способности. Первая — десекрейт. И тут важно, что в зависимости от уровня камня у вас максимальный уровень трупа, который вы спауните, он тоже меняется. И поэтому, прежде чем идти на Т-16 карты, вам нужно убедиться, что у вас десекрейт типа 19 уровня, хотя бы, а лучше 20, чтобы не было ограничений по хп-трупам. И второй вариант, более затратный по шмоту. Вы можете раздувать хп-трупы с помощью анорса. Сам по себе он спаунит трупы 80 уровня, что ниже, чем десекрейт на Т-16 картах. Однако качество у него увеличивает хп-трупов. В лиге 3.24 здесь вместо 30% будет 20%. Соответственно, это поднерфили. Но, соответственно, если вы хотите использовать анорд, вы можете что сделать? Раздуть качество этого камня нереально. И раздуть уровни этого камня нереально. И это позволит вам перегнать в какой-то момент хп-трупы, который спаунится с помощью десекрейт. Однако это требует довольно больших вложений. Ну и также есть некоторые дополнительные источники здоровья трупов. Например, в дереве ноды между Вичкой и Шэдоу есть, которые увеличивают запас хп-трупов. Но таких почти нету в игре. В лиге 3.23 были, например, чармы, которые тоже давали до 20% увеличения хп-трупов, что является прямым источником урона. Это просто мультипликатор урона. Фактически еще один и довольно мощный. Также, значит, для того, чтобы еще больше использовать хп-трупов при взрывах, вы можете использовать призраков. Но вы не бегаете с ними по карте, а вы используете особенность камня десекрейт. Десекрейт так работает, что если вы вызвали один раз призрака, то когда вы с помощью десекрейта призываете трупы, то каждый труп, который призывается, с вероятностью 15% будет трупом спектра, которого вы призывали. И на этом можно играть, потому что не у всех монстров на карте одинаковый запас хп, очевидно. И можно вызвать призрака китава Геральда, который имеет максимально возможный запас хп у трупа, равный 115 260. Соответственно, на 83 уровне. Либо любой другой труп с схожим хп или больше на 83 уровне, и он у вас будет автоматически вызываться в качестве трупа во всех локациях, куда вы приходите. Таким образом, даже если, например, в локации у шейпера практически все трупы, которые там появляются с помощью десекрейта, имеют низкий запас хп, то этот товарищ вам поможет раздуть урон даже в таких ситуациях. Итак, перейдем к вариантам билдов. Первый, и он же наиболее понятный и популярный, это обычный подрыв трупа без измененного качества через поджог. Здесь мы что делаем? Мы надуваем как можно больше хп трупа и поджигаем. Мы элементалист, у нас большой поджог, у нас есть много скейла урона для огня и постепенного урона. Мы ищем как можно больше постепенного урона во всех источниках, используем всякие крутые штуки типа реплики имбервейк, которые позволяют нам еще дополнительно скейлить урон. И вместе с Defiled Forces мы этот поджог поддерживаем на враге перманентно. Defiled Forces это очень важная пассивка для билдов через поджог, потому что она позволяет обновлять длительность поджога, когда вы накидываете, ну не только поджога, но и всех остальных элментов, когда на врага вы кидаете проклятие. Таким образом, если вы подожгли монстра, при этом у вас прокнул элемент ловерлоуд, при этом у вас прокнул конфлюкс с эллемки, то у вас получается огромный урон с поджога, но он длится всего лишь в базе 8 секунд. Но с помощью Defiled Forces, если вы постоянно накидываете проклятие на врага, вы можете даже ничего больше не кистовать, только накидывать проклятие с помощью Арканизм Бранда, например. И этот огромный поджог будет висеть на противнике, пока тот не помрет. Либо пока вы не уйдете на полтора экрана, и поджог не скинется с противника, за этим нужно следить. Но да, это первый наиболее популярный и очень сильный вариант ДД. Побы всех этих билдов я оставлю в описании, чтобы вы могли что-то подсмотреть. Я не буду сделать прям суперподробные видео. Видео, ну здесь по крайней мере. Не буду про это суперподробно рассказывать. Второй вариант, не менее популярный сейчас, это Hit-Based. То есть мы играем через удар, а не через постепенный урон. И для этого мы используем подрыв трупа цепной реакции. В чем отличие? Он взрывает вместо одного трупа 8, но с чуть меньшим уроном каждый труп взрывается. Однако не стоит думать, что чуть меньше урон на самом камне, это значит, что у вас будет меньше урона. Вовсе нет, потому что вы взрываете 8 трупов, то есть эти цифры нужно умножать на 8, если все попадает во врага. А, ну попадает, у вас очень большая площадь. Для того, чтобы играть через удар, соответственно, нам важно как можно чаще бить. Потому что если мы играли через поджог, то мы могли навесить один раз большой поджог и держать его бесконечно. То есть здесь нам нужно постоянно, постоянно накидывать урон. И в этом нам помогает уже Некромант, потому что он дает нам огромную скорость каста. Также мы получаем дополнительные плюшки в виде использования афферингов, либо как для защиты в качестве блока, либо для скорости и урона, если мы берем флеш-афферинг. Оба варианта крайне сильные. А также мы получаем дополнительную выживаемость и урон с помощью вот этой ветки Грейвпакт, которая дает нам шок, чил, которые мы можем также разгонять с помощью эффекта состояний. Если у нас есть скорчь на ботинках, его мы тоже разгоняем с помощью эффекта состояния, поэтому это все крайне здорово комбинируется между собой. Опять же, побу в приложении оставлю. Ну и плюс, если вам интересно, я играл и той, и другой сборкой. Какие персонажи у меня есть с актуальным гиром в моем профиле, можно всегда посмотреть. А теперь к чуть более новым вариантам сборки, о которых говорили чуть меньше. В частности, многие стримеры, например, Руи Ту разгоняет. Такой вариант. Он имеет свои плюсы, свои минусы. Это также подрыв трупа через хит, то есть цепная реакция, но мы играем через каст он крит. Это позволяет нам избавиться от ужасной проблемы того, что нам нужно нажимать две кнопки. Мы нажимаем одну кнопку, используем лансинг стил для триггера и используем каст он крит саппорт. Соответственно, здесь из особенностей мы получаем более быстрый скейлинг урона, потому что мы играем через крит. Больший потенциал по урону опять же в эндгейме. Тут можно до 50 разогнаться довольно быстро. Ну, миллионов. Плюс мы регены. В смысле мы инквиз, у нас побольше регены. Мы игнорируем вражеские резисты. Но есть и минусы. Во-первых, нам нужно постоянно целиться во врагов, что не очень удобно. С лансинг стилом бывает. Чуть более неуклюжая зачистка у него и чуть помедленнее вы будете выходить на Т-16, потому что вам желательно иметь пятилинг, желательно в какие-то шмотки подсетапить, так, чтобы у вас все кулдауны были подходяще подобраны. Учитывая особенности каст он крит саппорта, про это множество видео на ютубах есть. Можно гуглануть, если вдруг не понимаете, о чем я. Есть свои плюсы, свои минусы, но, тем не менее, довольно прикольная сборка и достаточно сильная. И следующее, о чем хотелось бы поговорить в Лиге 3.24, это архимаг сетап. Добавили новую строчку архимагу вместо старых двух, которые заставляли его сжирать кучу маны. Теперь способности, которые вы используете с архимагом, они съедают гораздо меньше маны по сравнению с прошлыми лигами. И, по сути, вы просто стакаете себе как можно больше маны и получаете за это дополнительный урон молнии, что очень и очень сильно. Здесь, в этом билде, вы, опять же, играете через хит, поэтому это должна быть цепная реакция. И вы играете, опять же, на некроманте. Но теперь некромант еще дополнительный бонус вам дает. Он дает чуть меньше скорости, чем в DD of Chain Reaction, но зато вы можете использовать ноду, которая дает вам кучу восстановления маны и энергощита. В этом билде вы можете разогнать больше 5К хп, 9К маны, и при этом у вас будет огромный пул здоровья. Такое количество маны дает вам огромный урон за счет того, что, как мы вспоминаем, у подрыва трупа есть две части урона. Есть spell damage и есть, собственно, взрыв трупа. И каждый из этих типов урона получает баф от архимага. Таким образом, он дает в два раза больше детоней деду, чем любой другой обилки плоского урона. И если вы собираетесь это побить, то у вас цифры будут плюс-минус, на самом деле, похожие на обычную версию, но вы будете более танковым. И за счет того, что вы можете играть Mind Over Matter, использовать ману в качестве дополнительного здоровья. Вас будет очень сложно убить, и при этом у вас будет вполне достойный урон. Единственный минус заключается в том, что вы должны играть на белде через ману. Вам нужно париться по поводу регена маны и т.д. Но, опять же, это довольно интересный стаб. Очень давно не видели архимага в деле. И это один из весьма мощных вариантов, в том числе и для старта. Отдельно хотелось бы упомянуть версию под симуль. Она, в общем-то, играется как обычный дд через поджог, через элементалистку, однако имеет несколько особенностей, которые сделаны исключительно для того, чтобы этот билд отлично себя ощущал в симулякоре. В остальном контенте он будет, не знаю, ну такое. Я знаю, что с похожими сетапами люди на софте еще и чистят супертанковые мапки под пятью арбами. Почему нет? Но основные вещи здесь это Аегис Аврора, который в сочетании с Инкандесент Хард дает вам возможность играть очень танковым билдом через блок. У вас нету подавления заклинаний здесь, но, однако, у вас очень большой блок, у вас восстановление энергощита при блоке, у вас максимальные резисты, и вокруг этого вы играете, то есть вы делаете максимально танковую версию билда, и урон у вас скеллится за счет того, что вы взрываете трупы, да, и продлеваете поджог все время, если труп взорвался с высоким запасом здоровья. Довольно сильная версия, но для старта она весьма специфическая, потому что требует определенных уников, и она сделана исключительно под очень узкий тип контента, который вы хотите фармить. Поэтому прежде чем играть на этом билде, да, вы должны играть на обычном ДД, а потом уже сюда респект, что, в общем-то, вполне нормально, просто иногда возникают вопросы по поводу симуля, там еще что-то, я хотел бы здесь сразу это пояснить. Итак, какой же из ДД выбрать? Тут выбирайте сами. Краткий результат. Если вы играете на элемке через поджог, то это будет самый быстрый маппер, на боссах он более сейфовый, чем остальные версии, потому что у вас постепенный урон, вы можете бегать кругами вокруг босса и все доджить. Однако урон разогнать на боссах будет посложнее, чем в других версиях, и эта версия требует нажатия двух кнопок, то есть десекрейт, а потом взрыв. Вот. Хитбейст версия через Чейн ДД Некроманта. Тоже быстрый маппер, однако помедленнее, чем через поджог. На боссах в плане геймплея он сложнее, потому что вы должны все время следить за тем, что вы постоянно кастуете без остановки, вы не можете позволить себе простой, иначе вы теряете урон. При этом урон именно разогнать попроще, у вас больше для этого опций. По-прежнему две кнопки. Оба этих билда долетают до уберов часов за 20-25 в умелых руках, в соло лиге, так что тут думайте сами. Дальше. Крит версия. На мой взгляд, этот самый такой неудобный маппер, ну в том плане, что вы жмете одну кнопку, но для того, чтобы это все заработало красиво, вы должны и гир подстроить, и вы должны попадать в монстров все время нормально, и следить за большим количеством модов на картах, например, уменьшение урона от критов, уменьшение КДРа способности, это все будет влиять на ваш билд довольно сильно. То есть вы бегаете меньше модов на картах. При этом урон разгоняется полегче, чем в других версиях Детонейт Деда, и это может стать определенным плюсом, если вы собираетесь там только боссов на старте фармить. Вполне прикольный вариант. Почему нет? Архимаг, последний, о котором я хотел бы сказать. Тоже быстрый маппер, на уровне с хитбейст версией. На боссах то же самое, но при этом он значительно более дефенсный. Я здесь это не написал. У вас гораздо больше хп пул за счет того, что вы используете ману в качестве хп. У вас неплохой реген может быть. Здесь по-прежнему две кнопки. Специфический шмот имеет в плане, что вы должны собирать шмотки с фокусом на ману в основном. Но опять же тут выбирать вам, какой именно из этих вариантов подходит больше всего. Если вдруг какие-то вопросы возникают, не стесняйтесь, заходите на стрим или в Дискорд, или в любые соцсети задавайте вопросы. Это был Мишаман. Побы я прикреплю. До начала ликстарта. Пока.